МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Людмила Александрова. В ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Кому административная ответственность, а кому в пору задуматься и об уголовной. Должники по зарплате отчитались перед прокуратурой. Мраморное мясо планируют продавать не только в своем регионе, но и на столичных рынках. Как обердин ангусы приживаются в Батецкой вольной горке. Шанс заявить о себе. В Великом Новгороде открылся конкурс юных исполнителей имени Сергея Рахманинова. Президент Владимир Путин обновил состав Президиума Госсовета страны. В него включены 8 глав регионов. Среди них и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. И сегодня же стали известны результаты второго в этом году конкурса на предоставление президентских грантов для некоммерческих организаций. Всего было заявлено почти 10 тысяч проектов из всех регионов. Среди победителей 15 некоммерческих организаций из нашей области. При этом сразу две из них занимаются проблемой бездомных животных. Весьма актуальны их в последнее время. Так, Боровический фонд Найда получил грант в 2 миллиона 377 тысяч рублей. Деньги пойдут на строительство вольеров для отловленных собак. Фонд спасения во втором конкурсе выставил уникальный проект по созданию пункта бесплатной стерилизации и экстренной ветеринарной помощи. На эти цели получено более полутора миллионов. Среди новгородских победителей также организации, занимающиеся пропагандой здорового образа жизни и реабилитацией инвалидов с созданием комфортных условий для ветеранов. Всего победителями второго конкурса президентских грантов стали более двух тысяч некоммерческих организаций из всех регионов страны. Общая сумма грантов почти 4,5 миллиарда рублей. В прокуратуре области сегодня вновь вызывали на ковер руководители организации должников по зарплате. Данная мера доказала свою эффективность. Сумма выплаченных после подобных встреч денег исчисляется десятками миллионов. Сегодня в прокуратуру пригласили представителей шести предприятий-должников. Общая сумма их невыплат превышает 20 миллионов рублей. Часть этого долга на счету ЛК «Энерго». 18 работников недополучили за свой труд 800 тысяч. Сдвигов не произошло и сегодня. Предприятие планирует судиться со своими должниками. Я говорю, что пустой мешок. А вы мне говорите, я возьму ответ. Я не могу решить эту проблему, как я уже вам объясняю. Когда обратились в обретраженный суд о взыскании дебюторской задолженности? Когда у вас терпение закончилось? Когда у вас закончилось терпение? Когда у вас закончилось терпение? Неделю назад. Неделю назад. Так вот нужно было не неделю назад делать все это своевременно. Если у вас по условиям договора наступила соответствующая дата, когда вам заказчик должен был выплатить денежные средства, тогда нужно было ситуацию уже предвидеть. Ответчик вину признает. И, видимо, от наказания не уйти. В отношении директора ЛК «Энерго» уже возбуждено уголовное дело. У предприятия большие проблемы и с налоговой. Впрочем, как у всех сегодняшних приглашенных. Машинского ДЭП, ООО «Норма» и двух районных больниц. Машинской и Шимской. В последний, на 1 октября, долг перед персоналом составлял почти 2 миллиона. Сейчас 435 тысяч рублей. Счета учреждения были арестованы из-за кредиторской задолженности. Единственный законный способ выплаты заработной платы – это обращение по исковым требованиям наших работников через сутку в взыскании заработной платы. Данная процедура уже проводится не в первый раз. Полностью закрыть задолженность главврач пообещал в конце ноября. Сделать все, чтобы снять арест со счетов больницы, департамент здравоохранения планирует в первой половине 2018 года. Так что бюджетные организации остаются на особом контроле прокуратуры. Самый крупный должник в регионе после маловишерского электроаппарата на данный момент – «Ритек». Компания терпит бедствие и реализует так называемую процедуру конкурсного банкротства. Перед сотрудниками – это 430 человек – числится долг более 22 миллионов. После реализации имущества через интернет-магазин шестую часть погасили. Дальше в ход идет выручка с электронных торгов. С этих денежных средств мы направим на погашение задолженности по заработной плате порядка 4,5 миллионов. Это будут деньги, которые у нас будут свободны для погашения задолженности по заработной плате. Оставшееся уйдет Сбербанк в погашение, ну как залоговому кредитору, это 80%. В целом положительный результат таких заседаний достигнут. В октябре общая задолженность по зарплатам снижена на 8,5 миллионов рублей, а за весь период 2017-го на 64 миллиона. Наталья Савицкая, Сергей Корнев, Новости, Новгородское областное телевидение. Профилактика пожаров и несчастных случаев на первом неокрепшем льду. Эти вопросы обсудили в правительстве региона на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В первой декаде декабря ожидаются значительные перепады температур. Ночью до минус 12, днем до минус 6. В отдельные дни потепление до нуля градусов. Соответственно, на водоемах появится обманчивый некрепкий лед. Прошлой зимой сотрудники МЧС зафиксировали рост количества происшествий, связанных с нарушением запрета выхода на водоемы. Особо памятна трагедия в Старорусском районе, где трое детей в возрасте от 3 до 6 лет провалились под лед на реке в районе села Залучье. Двое в результате погибли. Появляется очень большая опасность, связанная с возможным выходом на лед. Первый лед очень опасен, поэтому необходимо провести широкую профилактическую работу. Необходимо организовать ее непосредственно в школах и провести инструктаж руководителей дошкольных учреждений. Специалисты также рекомендуют вовремя выявлять незарегистрированные ледовые переправы. Будут организованы рейды и патрулирование, установлены информационные знаки. Кроме того, с началом холодов традиционно возрастает риск пожаров. Самые частые причины ЧП – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования. В этом году в области на пожарах уже погибли 74 человека, 4 из них – дети. Что касается профилактики, положительный эффект дает установка автономных пожарных извещателей. В первую очередь сотрудники МЧС оборудуют ими дома и квартиры социально незащищенных семей, в которых есть несовершеннолетние. В Новгородском парке юности приступили к работам по укладке асфальта. Парк благоустраивают в рамках федерального и партийного проектов по формированию комфортной городской среды. Этой теме было посвящено немало наших репортажей. Дается дело нелегко и вот новый этап. Асфальтирование объектов парка юности началось со скейт-байк-площадки и ведущей к ней дороги. Местных жителей встревожил внешний вид покрытия. Налицо трещины, а местами покрытие даже прогибается под ногами. Впрочем, как пояснили кураторы проекта, здесь пока уложили только первый слой покрытия. Дальнейшие действия зависят от погодных условий. Асфальт нельзя укладывать при минусовой температуре, поэтому строители ждут потепления. Напомним, что работы выполняет новгородский подрядчик регион Ремстройторг. По условиям контракта, кроме асфальтирования части объектов парка, ему еще предстоит сделать покрытие из резиновой крошки для детской и спортивных площадок, установить оборудование скейт-парка, детский игровой комплекс и скамейки. Работы должны быть завершены до 5 декабря. В Батецком районе реализуется проект по разведению крупного рогатого скота обердин-ангузской породы. Так называемое мраморное мясо из вольной горки планируют поставлять и за пределы региона. Весомую помощь хозяйству оказала грантовая поддержка. В этом году она составила почти 3 миллиона рублей. Человеку, несведущему в животноводстве, может показаться странным, что холодным ноябрьским днем коровы гуляют на улице. Ведь в это время им следует пожевывать сено в теплом хлеву. Но с этими рогатами история другая. Особи обердина-ангузской породы очень неприхотливы, в отличие, к примеру, от молочных коров. Эти животные могут содержаться под открытым небом в любую погоду, даже зимой. Единственное, что им нужно, это вот такие небольшие загоны, в которых достаточно трех стен. Главное, чтобы не было сквозняков. Такие спартанские условия допустимы для содержания этой породы. Но вот что касается питания, то здесь фермерам приходится строго следить за рационом подопечных. Особенно быков. Ведь их разводят для получения так называемой мраморной говядины. У нас мраморная говядина экологически чистого направления. То есть, что касается моей отрасли, это растеневодство. Моя задача из нашей земельки взять максимальное количество тех кормов, не используя пестицидов и удобрений любого характера. То есть, только органиком. Сложно себе представить, но эта ферма начала свою работу чуть больше года назад. За это время здесь появилось практически все для автономной работы. Загоны для выгула скота, склады для кормов, помещения для сельхозтехники и оборудования, а также здания офиса. Но особую ценность здесь представляют родильное отделение и собственный ветеринарный кабинет. Если нужно для фиксации, то выняйте таким образом, чтобы голова, когда она начинается, голова, и она фиксируется. То есть, тут уже различные манипуляции можно проводить. Вот, брать кровь, какие-то вакцинации. Впечатляют и размеры фермерских угодий. На 260 гектарах земли расположились пастбища и посевные поля. Такие масштабы объясняются темпами развития животного производства. В этом году сено пришлось закупать, и в то же время на следующий год его заготовили с запасом. Все начиналось с 40 нетелей, но к началу 2018-го предполагается увеличить поголовье в 8 раз. На следующий год тоже есть планы уже увеличивать. Дальше поголовье еще 100 нетелей купить. Ну, это, как бы, получается, активы, которые будут рожать телят. И таким образом производство, будет расширяться производство, чтобы обеспечить, как бы, постоянное производство продукции. Полученный в этом году грант семейное хозяйство Бондаревых также потратило на пополнение стада и техническое оснащение. В ближайших планах фермеров построить убойный цех и уже в середине следующего года начать поставки мраморного мяса. Предполагается, что точки сбыта деликатеса будут в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Из Батецкого района Максим Широковских, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. В декабре пройдут собеседования с кандидатами на руководящие посты в областном правительстве. Речь идет о вакансиях на должности глав департаментов культуры и туризма, экономического развития, а также комитета охоты и рыболовства. Открытый отбор стартовал в октябре. Сейчас идет первый заочный этап. Он завершится в начале декабря. Кандидаты подают в комиссии пакеты документов и тематические эссе, в которых представляют свое видение развития региона. На встрече с членами конкурсной комиссии Андрей Никитин отметил, что в области есть дефицит молодых квалифицированных кадров. И напомнил, что идея проведения открытого конкурсного отбора получила поддержку президента Владимира Путина. Я вас прошу максимально ответственно, открыто и вдумчиво подойти к этой работе. Все-таки от этого очень многое зависит в развитии региона, потому что мы и внутри области взаимодействуем. Эти люди будут представлять область на федеральном уровне, приходить в кабинеты министров, каких-то других руководителей. Вакансиями заинтересовались уже 70 человек. В их числе жители Новгородской области, Москвы, Санкт-Петербурга. Есть кандидаты из Саратова, Новороссийска, Смоленска, Астрахани, Биробиджана и Еревана. Больше половины кандидатов претендуют на должность руководителя Департамента экономического развития. Помимо знаний иностранных языков, как я уже сказал, человек должен быть командным игроком прежде всего. Потому что он должен получать своевременно эту обратную связь от своей команды, от общественности, чтобы не терять связь с реальностью и знать действительно по тем направлениям, по которым он должен сфокусироваться, на которые должен обращать наибольшее внимание. После подачи документов кандидатам, прошедшим первый этап, предстоит тестирование на знания российского законодательства и решение кейсов. Последним станет очный тур, собеседование с конкурсной комиссией и губернатором. Первые интервью начнутся 7 декабря. В Великом Новгороде открылся 13-й конкурс имени Сергея Рахманинова. В этом году он посвящен 145-летию со дня рождения выдающегося русского композитора. Среди участников 43 студентов музыкальных училищ со всей страны, а также Республики Беларусь. Соревнования, главная цель которых вовсе не победа. Так думают даже участники, хоть и молодые, но уже люди искусства. Вот Глеб, например, в музыке с детства. С ней связано прошлое, настоящее и будущее парня. 8 из 17 лет он всерьез занимается. Попробовать проявить себя на российском конкурсе Глебу предложил педагог. Тот согласился без колебаний. Но уже перед самим выступлением юноша сильно волнуется. Готовился я к нему с начала этого года. Ну, там, усердными стараниями занятия с преподавателем своим. Естественно, волнение есть. Это же все-таки, как бы, так сказать, первое мое такое выступление на таком известном конкурсе. Глеб будет представлять на конкурсе «Наш город». В этом году Новгород принимает 43 гостя. Это участники конкурса, студенты музыкальных училищ из разных уголков России и даже ближнего зарубежья. Конкурс задуман в том числе для знакомства и сплочения музыкантов нашей страны. Выступать будут в разных номинациях. Фортепиано, народные инструменты, сольное пение и даже музыковедение. Последняя категория единственная пойдет в зачет заочно. То есть, воркомитет конкурса «Талантливая молодежь», да, вот это в основном студенты специальности теория музыки, они предоставляют свои творческие и исследовательские работы. В этом году они посвящены, конечно, юбилею Рахманинова. И, конечно же, мы приветствуем, что в своих работах они увидят нечто такое, что еще до сегодняшнего дня было мало исследовано, что-то такое очень необычное. Это уже 13-й по счету конкурс. Со сцены филармонии звучат произведения великого музыканта в абсолютно разных аранжировках. Осень в нашем городе выдалась по-настоящему рахманиновской. Организаторы намекают, эти знаменитые мотивы в исполнении талантливой молодежи со всей страны будут органичным ее завершением. Этот конкурс, как и многие другие мероприятия, связанные с именем Рахманина, имеет большое воспитательное очень значение, особенно для молодых людей. Потому что имя этого русского гения, композитора, музыканта, который известен во всем мире, там, где звучит музыка Рахманинова, там все понимают, что это настоящее русское искусство. Творчество Рахманинова идет лейтмотивом концертов лишь в этот раз. Сам конкурс проводится в нашем городе с 1983 года. За это время здесь отражались самые разные памятные музыкальные и исторические даты. И 1150-летие Новгорода, юбилея Ренского, Лядова. Музыкальные соревнования открылись фестивалем, а сам конкурс продлится до пятницы. 24 ноября в 17.00 в колледже искусств имени Сергея Рахманинова состоится концерт лауреатов. К этому часу все. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 703003. Впереди реклама и прогноз погоды, развитие событий в наших вечерних выпусках. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok